В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Тихо идет экзамен. В Сарове родители выпускников написали ЕГЭ по русскому языку. К 95-летию автора персональная выставка народного художника России Олега Сувастюка открылась в художественной галерее. Зарница-2023. Первый день соревнований по военно-спортивной игре прошел на Икаре. Далее расскажем обо всем подробно. За школьные парты сели не ученики, а их мамы и папы. В Сарове прошла ежегодная акция «Сдаем вместе день сдачи ЕГЭ родителями». В течение 30 минут участники написали экзамен по русскому языку, а также получили консультации специалистов по вопросам подготовки к экзамену. Тихо идет экзамен. Сегодня за парты сели не ученики, а родители. Мама и папа выпускников собрались в 13-й школе, чтобы самим пройти всю процедуру проведения такого волнительного и ответственного единого государственного экзамена. На входе обязательно показать паспорт, а также выложить телефон и другие гаджеты перед проверкой металлоискателем. Все это – обязательная процедура перед сдачей ЕГЭ. В аудиториях уже все готово. Родителям показывают их места и начинается инструктаж. Каждый год акция «Сдаем вместе день сдачи ЕГЭ родителями» помогает мамам и папам нашего города понять, с какими трудностями их дети сталкиваются на экзаменах. Прежде всего ЕГЭ для родителей в «Пишем вместе» всегда нацелена на опыт. На опыт родителей, для того, чтобы они понимали, что ничего страшного в процедуре сдачи ЕГЭ нет, что все для детей на самом деле абсолютно понятно и привычно, хотя для родителей, конечно, в этот момент все кажется впервые. Вместе с тем наши дети абсолютно не боятся, потому что они знают все процедуры сдачи государственной итоговой аттестации и, конечно же, самое главное для них – это показать те знания, которыми они владеют. Ну а наши сорокские дети всегда показывают достойный результат. Экзамен вместе с родителями написали заместитель главы администрации Сарова Илья Волков и директор департамента образования Наталья Володько. Акцию проводят во всех регионах страны в седьмой раз по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Родители пишут сокращенный вариант экзаменационной работы по русскому языку. На выполнение заданий им отводят 30 минут. Подготовилась заранее, прошла пробной, посмотрела, что это такое. Но сегодня у нас в легкой форме было, поэтому единственное, не люблю сочинения. Но что-то написала, просуждала. Все только положительные эмоции вызывает, каких-либо отрицательных, волнительных моментов нет. Педагоги, которые сегодня организовали эту акцию, ведут себя крайне корректно, вежливо, создают все условия, чтобы, я так понимаю, наши дети в дальнейшем не волновались. Ну и мы, как первоклассники, так скажем, которые первый раз пришли на ЕГЭ в своей жизни, так как задавали раньше совсем другие экзамены и по-другому. Проверка работ показала достойный уровень владения нормами русского литературного языка всеми участниками. Анна Пилипец, Константин Островский, Евгений Ивашенко, Служба новостей, Саров, 24. Нижний Новгород вошел в топ-10 городов с лучшими граффити мира. Рейтинг составил портал aviasales.ru. Областная столица заняла 9 место. Вместе с Нижним Новгородом в десятку вошли Буэнос-Айрес, Париж, Кейптаун, Лондон, Нью-Йорк, Мельбурн, Берлин, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Составители рейтинга отметили, что город наравне с Екатеринбургом претендует на звание столицы российского стрит-арта. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Премию за достижения в педагогической деятельности в этом году смогут получить не 1000, а 1250 учителей. Конкурс проводится на региональном уровне. Его победители получают премию в размере 200 тысяч рублей. Комиссия оценивает достижения педагогов по различным направлениям. К примеру, один из критериев – наличие собственных методических разработок. Учтут и достижения учеников. Еще один критерий – адресная работа с различными категориями учащихся, например, с детьми-инвалидами. День открытых дверей, посвященный сохранению здоровья мужчин и женщин, пройдет 25 марта с 8 утра до часу дня в первой поликлинике. Все желающие смогут пройти обследование в рамках диспансеризации, а также получить консультацию у гинеколога и уролога. Предварительная запись доступна по номеру 95511. С 6 марта по 7 апреля проходит голосование за инициативные проекты «Вам решать». Уже более 70 тысяч жителей региона проголосовали за объекты благоустройства. В Сарове проголосовало около 4 тысяч горожан. В этом году саровчане представили на конкурс 20 проектов. Оставить свой голос за проект благоустройства, который реализуют в нашем городе, можно на сайте вам.голосза.ру. Сделать это можно двумя способами. Войти через госуслуги или по номеру телефона. Наш город принял участие в областной программе «Акселератор проектов» муниципалитеты Саров. Федеральный эксперт в области социального проектирования Елена Севцова подробно рассказала все тонкости оформления заявки на грантовый конкурс. Подробности далее. Как заполнить грантовую заявку, чтобы выиграть конкурсы Росмолодежи и получить деньги на воплощение идеи? Какие слова подобрать, чтобы рассказать о важности своего начинания? Об этом на «Акселераторе социальных проектов» рассказала саровчанам Елена Севцова. Помощь пожилым и инвалидам, улучшение экологической обстановки и другие проблемы общества могут лечь в основу социального проекта. На конкурсы Росмолодежи подать заявку может любой желающий от 14 до 35 лет. Один из трендов – это геймификация. То есть все любые сложные процессы, неважно связанные они с игрой или нет, преобразовать именно в какую-то игровую форму. У нас же не только дети любят поиграть в различные игры, но и взрослые. И вот этот момент как раз-таки подачи сложной информации через игру очень важен. И, на мой взгляд, в нашем городе таких проектов нет. Как говорит Елена, эксперт, оценивающий проект сразу понимают – заставили автора его написать или это его инициатива. Пожалуй, «Горящие глаза» и искреннее желание, чтобы проблема решилась и идея нашла воплощение – главный залог успеха и побед в грантовых конкурсах. Но тоже есть все равно хитрости и тонкости, которые необходимо, как-то сказать, соблюдать бюрократию и все-таки отписать его достойно. Помимо «Горящих глаз» добавить его еще и достойной информации. Участники и руководители клуба волонтеров «Инсайт» пришли на акселератор с идеей проекта. Они предлагают создать в нашем городе школу инклюзивного волонтерства «Тебе-мне». Цель проекта – как можно больше людей погрузить в эту сферу. Инклюзивное волонтерство – это совместная деятельность инвалида, либо человека с ограниченными возможностями здоровья и здорового человека. Планируется провести совместные концерты, во-первых, совместное обучение. Потом совместные концерты, совместный мастер-класс, вообще проводить совместную деятельность. Команда «Сарфа-Тейни Яумифи» разработала информационно-медийный проект «Что вы делаете?». Его цель – познакомить горожан с представителями различных профессий с помощью интервью. И мы будем это освещать в каких-то пабликах, может быть, сообществах, для того, чтобы люди больше узнавали о том, какие в принципе профессии у нас существуют, для того, чтобы они узнавали о перспективах, о возможных интересных моментах и, в принципе, осознавали важность той или иной профессии. Свои проекты участники «Акселератора» могут отправить на конкурсы «Росмолодежь-гранты». Заявки принимают до 20 апреля, а значит, еще есть время, используя полученные на «Акселераторе» знания, довести проект до идеала и выиграть деньги на воплощение своей мечты. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Евгений Ивашенко, Служба новостей, Саров-24. Персональная выставка народного художника РСФСР, члена Президиума Академии художеств России, Академика Российской Академии художеств Олега Савостюка открылась в художественной галерее. Экспозиция посвящена 95-летию со дня рождения автора. На выставке представлены около 20 живописных произведений. В художественной галерее открылась первая весенняя выставка этого года. Это персональная экспозиция работ народного художника России, Академика Российской Академии художеств Олега Савостюка. В этом году ему могло бы исполниться 95 лет. Ценителям искусства он более известен как плакатист. Олег Михайлович создал огромное количество афиш и плакатов к балетным спектаклям Большого театра, которые вошли в Золотой фонд отечественного оформительского искусства. На выставке в Сарове представлены его поздние работы. Нам досталась живопись 90-х и нулевых десятых годов, рубежа двух столетий, когда Олег Михайлович занялся серьезно станковой живописью. Как отметила Ольга Ватульна, не бывает, что человек всю жизнь работает в одном направлении, потом берется за масло и совершенно меняет стиль. А вот и в живописи Олега Савостюка мы наблюдаем приемы, которые используют художники-плакатисты. Разна масштабность фигур, выделенность главного. Тема, которая здесь, то, что нравилось художнику, это люди, это город, это парковая скульптура, которая превращается у художника в совершенно другие объекты. Конечно, это друзья художники, с которыми он дружил. Вместе с картинами в Саров приехали книги воспоминаний, которые оставил Олег Савостюк. Он описывает в них свои путешествия по миру, когда он представлял советское искусство за границей на международных выставках. В экспозиции в галерее представлены альбомы, посвященные тем местам, где он побывал, во Франции, Италии, арабских странах. Он прекрасный рисовальщик. У него, ну вот к нам не приехали акварели, к нам не приехала графика, но мне кажется, что оттолкнувшись от живописи и приходя на экскурсии, главное, потому что мы все равно расширим тему живописи, чтобы рассказать про Олега Михайловича, и покажем те плакаты, часть из которых в репродукциях вы можете увидеть здесь, в наших витринах. Персональная выставка народного художника России Олега Савостюка продлится в художественной галерее до середины мая для лиц старше 12 лет. Екатерина Опенова, Константин Островский, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров-24. В эти выходные Саровчан приглашают на семейное чтение. В программе смешные стихи и хорошие мультфильмы. Время встречи 25 марта в книжной на Музруково-22. Напомним, каждые выходные в книжном магазине проводят встречи с интересными и яркими творческими личностями в рамках социального проекта Технопарка. Будем читать друг другу вслух свои самые любимые детские книжки, короткие рассказы Носова, стихи, вредные советы, Остера и другие, самые запомнившиеся и любимые. Приходите с детьми, приносите любимые детские книжки. Мероприятие будет интересно детям от пяти лет, их мамам и папам. До встречи! И к новостям спорта. Первый день муниципального этапа областных соревнований по военно-спортивной игре «Зарница» прошел на Икаре. Школьники соревновались в тактической игре на местности, а в течение следующих двух дней участникам предстоит пройти еще несколько военных и спортивных дисциплин. Туризм, полоса препятствий, огневая и строевая подготовка, медицина, силовая гимнастика, бег на короткие и длинные дистанции, а также теоретическая часть – все это в программе муниципального этапа областных соревнований по военно-спортивной игре «Зарница-2023», который проходит в Сарове в течение трех дней. В городском этапе участвовали сборные команды школьников. Первый день соревнований прошел на открытом воздухе на территории Икара. Команды выполняли задания в тактической игре на местности. Ребятам предстоит показать свое мастерство по, скажем так, атаке переднего края противника, прохождению зараженного участка местности, прохождению минного заграждения, медицинская подготовка перевязывает о непострадавшего с совершением марш-броска. В «Зарнице» участвовали ребята разных возрастов. Самые юные – дети до 11 лет, а самым старшим участникам соревнований 16-17 лет. Все станции тактической игры участники должны были пройти за максимально короткое время. Каждой школьной команде давали индивидуальный старт. Шли в боевом охранении, преодолели минное поле, зону заражения, перебежками вперед на огневой рубеж. Тащили раненого на носилках. Готовились мы упорно, занимались по выходным, часто ходили в школу. Все благодаря нашему учителю. Хочу сказать ему большое спасибо, Александру Александровичу. Пока мальчики преодолевали условные опасные участки местности, девочки на пункте медицинской помощи перевязывали раненого. После этого участники на носилках доставляли пострадавшего до финиша, безопасной зоны боевых действий. Каждый день почти были на ОБЖ, благодаря нашему Сан Санычу. Это наш учитель, он очень хороший, он нас подготовил, как папа на войну. Полезно вам было сегодня? Да. Наш учитель, он и ругал нас, и смеялся с нами, и шутил. Все он для нас сделал. Получается, вы сегодня были как медсестры? Да. Да. Очень понравилось, очень позитивно и очень пригодится в жизни. Зорница позволяет ребятам пройти допризывную военную подготовку, на практике научиться основным навыкам и приемам, которые могут пригодиться не только во время военного положения, но и в экстремальных ситуациях. Поэтому такие областные соревнования объединяют как девочек, так и мальчиков разного возраста. Некоторые школы очень серьезно относятся к этому, начинают заниматься, грубо говоря, уже по окончанию этих соревнований, то есть в течение года даже не учебного, а именно календарного. Поэтому это большое подспорье. И ребята, которые проходят здесь эти соревнования, в принципе, они основы начальной военной подготовки уже, получается, знают, и с этими знаниями потом идут, скажем так, либо поступают в высшее военное учебное заведение, либо там службу по призыву. Лучшая школьная команда будет представлять Саров на дивизионном и областном этапах Зорницы. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Евгений Ивашенко, служба новостей Саров, 24. И это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА